Продолжение следует... Кхм-кхм... Всем здарова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, и это новенькая серия реальной жизни. Друзья, сегодня некоторые, собственно, у нас новости, потому что на дворе 4 сентября, кстати, всех с 1 сентября прошедшим, конечно, вот. Ну и сегодня, друзья, у моего сына Сергея день рождения. В общем, наверное, по превью и названию вы уже поняли, что мы поедем вам покупать машину, вот, это чисто такой вот подарок, встал я раньше всех. То есть, вообще, где мы находимся, возможно, вы спросите, это дом актера, он нас, собственно, сюда приютил, за что ему огромнейшее спасибо. Но у меня, тем временем, в принципе, есть деньги, конечно же, на машину, но на дом у нас пока что нет, поэтому будем жить здесь. А вот, ребят, у меня к вам огромнейшая, преогромнейшая просьба. Это то, что, в общем, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим роликом, там, поздравления моему сыну. Или же на страничку ему ВКонтакте, все ссылки я оставлю в описании, возможно, это уже будет 5 сентября. То есть, ну, пишите с прошедшим, там, желайте ему чего-нибудь интереснее, а вот, ему будет очень сильно приятно, потому что он постоянно, конечно же, читает ваши комментарии и очень радуется, когда вы пишете что-то про него интересное. Вот. Так что, ребята, я очень надеюсь на вашу поддержку, понимание, ну и собственного помощь. А вот, давайте устроим ему просто офигенный день рождения и устроим самый лучший подарок вообще в его жизни. Друзья, я не знаю вообще, что по серии, возможно, она будет немножечко короткая, потому что, друзья, ну, вы сами понимаете, тут подарок купить, ну, а потом уже отправляться с ним, а, отмечать, в общем-то, в одном офигенном ресторанчике. Вот, мы уже, в принципе, заказали с Настей стулик, но пока ничего не оплачивали. А вот, то есть, Настя и Серега сейчас с Максом спят, а я, тем временем, ребята, отправляюсь, в общем-то, так. Фак, я забыл ключи от ламбы. Ладно, ребята, погнали тогда на Бэйхи. А вот, я, короче, ребята, сейчас отправляюсь, в общем-то, в... Так-так-так, в автосалон, так, где документы, подождите-ка. А, всё-всё-всё-всё нормально, всё просто замечательно. Всё, ребята, короче, отправляюсь в автосалон, я не знаю вообще, что за машина будет у меня сегодня на примете, то есть, я пока не думал, вообще не гадал, что ему купить, но, если честно, хотелось бы что-то такое спортивное, чтобы он выделялся, чтобы он, короче, ездил в школу и просто все ему завидовали. А вот, то есть, не знаю, ребята, сейчас посмотрим, что там будет по ассортименту. Я вот буквально, буквально 10 минут назад звонил Симону, чтобы он подъехал срочно в автосалон свой, и мы посмотрели машины. Возьму, возможно, на тест-драйв несколько вариантов и протестируем её по полной, чтобы, ну, действительно, не попасть на бабки. Вот, я немного, ребята, возможно, заговариваюсь, но, сами понимаете, только что проснулся, вот, даже не успел похавать, сразу же отправился, короче, покупать сыну моему подарок. А вот, ну и, конечно же, друзья, спасибо вам огромнейшее за ваши лайки, но вот как без этого? Вы постоянно меня радуете вашей активностью. Говорю вам, набираем 3000 лайков, а вы набираете 2000 лайков, в принципе, а чё? В принципе, ну, тоже нормально, да, я, конечно, понимаю, что серии совершенно, ну, говно полное, потому что, ребята, ну, не знаю, блин, 3000 при 20 тысячах просмотров, ну, ребят, ну, ну, чё вы меня расстраиваете, а? Вот чё вы меня расстраиваете? Вот скажите, пожалуйста, неужели прямо сейчас вам сложно взять, поставить этот чёртов лайк за эти 5 секунд? Раз, два, три, четыре, пять. Кто не успел, тот, конечно, не красавчик, а кто успел, тот, в принципе, красавчик. Вот, ребята, и набрать эти чёртовые, не знаю, там 3000, потому что, блин, ребят, ну, 20000 просмотров, да даже около 30, и, блин, никогда не поверю, что у вас нету аккаунта на Ютубе, чтобы вы поставили этот чёртов лайк, вот, никогда не поверю. Поэтому, ребята, давайте прямо сейчас исправляемся, ставим лайкусы, пишем комментарии с поздравлениями, и я действительно потом вас очень сильно отблагодарю, потому что, ребята, я верю в свою аудиторию и знаю, что они лучшие, вот. Вот, так что, блин, факт, ладно, пофигу, поехали, мы спешим. О, как раз и зелёный, ребята, это просто офигенно, вот. Так что, ребята, давайте исправляемся, и всё будет замечательно. Ну, а мы тем временем, тихо, не по газонам, не по газонам, я надеюсь, что бампер не зацепил. Блин, пацаны, тихо, тихо! Чё ты вытворишь-то, ребята? Она бешеная просто! Вот сучка-то, а! Вы посмотрите на неё, я на ней не катался, ну, я не знаю, ну, наверное, неделю. Неделю, да, вот именно Макс на ней. Ой, господи, Макс, Серёга на ней постоянно катался, вот, ну, а я чисто на Ламборгини. Блин, пацаны, она реально бешеная. А чё будет, если мы сейчас со старта, допустим, а есть кто рядом? Фак, ребята, и никого, как видите, да, то есть самое утро такое вот. Люди только собираются там на работу, все дела, блин, и никого даже, с кем можно было бы погоняться. Ну, ладно, ребята, сейчас давайте вот прямо со старта вот такой вот бернаут устроим, и, короче, пацаны, погнали. Пацаны, короче, практически доехал до автосалона, только что звонил Симон, он сказал, что выставил машины, открыл их, ну, и, собственно, можно смотреть. Вот, он там, конечно, по делам поехал, там то ли какую-то Ламбу ещё хочет привезти прямо с самого утра. Ну, не знаю, пацаны, мне кажется, на Ламбу нам точно не хватит, потому что осталось всего лишь 336 тысяч, собственно, вот. И из них я готов потратить 150 где-то-200, потому что, ребята, ну, сами понимаете, нам-то надо на что-то жить, ещё надо как-то купить дом, поэтому я подумываю о продаже либо БМВ, либо же Ламборгини, ну, блин, ребят, Тесла Настина, вот, трогать её не особо как-то хочется, поэтому, блин, ребят, напишите в комментариях, какую машину лучше слить, или же как лучше поступить, чтобы найти деньги на машину, а потом ещё и на дом. Вот, то есть, ребята, в общем-то, я вам доверюсь, ну, а мы погнали смотреть на новенький ассортимент у Симона. Опа-на, нифига себе, это что, получается, корвет, пацаны, а какого он вообще года? Нифига себе. Нифига себе, какие, конечно, тут машины стоят, блин, пацаны, ну такое, я даже не знаю, это чисто какой-то раритет, я так понимаю. Так, тут, получается, вайпер ещё, пацаны. Опа-на, пана-пана, нифига. Или, о, не, о, господи, это тоже корвет, я что-то попутал, ребята, это корвет, а вот он, собственно, вайпер. Блин, пацаны. Знаете, что я вот думаю, возможно, либо корвет, ну, новый, не старый, точно, либо же вайпер, либо же, подождите, это фера, фера, блин, пацаны. Ну, она старая, она немного стрёмная, блин, она, конечно, была ещё в трендах, именно во времена Форсажа второго, там, может быть, да, это было лет 10 назад, блин, но сейчас она немного, конечно, старовата. Так, что у нас получается здесь? Опа, нифига. Ребята, Мерседес, подождите-ка, стоп. Ребята, это электрический Мерседес. Да ну! Да ну нафиг! Вы серьёзно, что ли? Блин, пацаны, ну такое. Не знаю даже. А это что за фигня? Пацаны, что это за Формула-1 здесь стоит? Блин, меня, конечно, всегда радовал Симон, но чтобы вот такие машины продавать, ну, что-то такое себе. Блин, а что, если чисто по приколу взять её на тест-драйв, а? Про тест-драйвить её, блин, ребят, по полной, да? И посмотрите, что она что-то способна. Порш, а марка Порш, получается, ребята, блин. Ну, нормально, но Винена, в принципе, Ламборгини, ему, конечно, рановато. Слишком дорогая машина, даже не рассматриваю её. Так, а это что у нас? А это мы... Астин Мартин? Вы серьёзно, что ли, ребята? Да ну! Да ну, вы серьёзно? Блин, пацаны, ну не знаю, это вы... А как? Это как надо в три погибели там свернуться, чтобы как-то поместиться среди этих... Ребят, там, я не знаю, там муравей хер проскучит и... А-а-а... А, похоже. Так, ладно, короче, пацаны, я пойду сейчас с Симоном переговорю. А, он же уехал. Блин, 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 а как тогда тест-драйв получить? Так, сейчас, подождите-ка, пацаны. А-а-а, сейчас договоримся. Ребят, это просто капец. Пока я заполнил на четыре машины именно заявление о том, что я хочу взять на их на тест-драйв, прошёл уже как минимум час, и я просто не знаю, там проснулся ли Серёга или же нет, надо будет потом позже немного Насте позвонить. Вот, ребят, ну такое... Блин, ну не знаю, ребят, в принципе, по салону, ну ничего так, да? Добротно всё как-то выглядит, купешная, получается, у него вариация. А вот, ну, не знаю, давайте попробуем разогнать его. Блин, он вообще тухлый. Он рил вообще тухлый. Да ну! Ну, не знаю, ребят, вообще не знаю. Конечно, давайте кружочек так сделаем на каждой машине, ну не знаю, знаете, вот, чисто потому, что это корвет. Вот чисто потому, что это корвет, вот и стоит он, в принципе, 120 тысяч, поэтому он, собственно, и стоит на продаже, но не знаю, ребята. Ребят, ну а эта тачка уже что-то такое вот более-менее серьёзное, тем более это вайперы, я не знаю, что по скорости, но, как мне кажется, тут реально мощей хватит, чтобы, я не знаю, тёлок катать или же просто с кем-нибудь становиться, да? Тем более Серёге как раз в таком возрасте самое то. Ладно, ребят, давайте, я не знаю, попробуем разогнать. Нифига! Ребят, ну такое! Давайте уже, не знаю, в ту сторону, что ли, поедем. Блин, ребят, ну реально, я не знаю, она реально рвёт. Чё это ещё заморочено? Подождите-ка, ребят, давайте вот до соточки чисто так вот замерим, чисто так, ну, на глаз, типа, да? Блин, ну давай, давай, давай. Хотя, а чё я стою? У меня же номера не зарегистрированы, ребята, да? Ну давайте, короче, сейчас прямо с букса. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну такое, ребята, её бы, конечно, чипануть, и она, мне кажется, поехала бы быстрее, чем моя ламборгини. Ламборгини, ну а, в принципе, она достаточно неплохо управляется, да и скорость, ну, в принципе, нормальная. Я не знаю, конечно, давайте сейчас посмотрим другие машины и посмотрим, чё там под капотом. Но вот эта машина, ну, более-менее такой претендент на подарок. Тем более, ребята, это спортивная тачка, вы посмотрите на неё, она очень офигенно смотрится. Ну, не знаю, ребята. Погнали, посмотрим другие машины и уже потом определимся. Пацаны, это просто пиздец, посмотрите, 160. Да ну нахер, я вообще очкуйно не ехать. Вы только послушайте на этот рёв мотора. Слышите, пацаны, вот смотрите. Да отсечки, просто бабах. Это просто пиздец, пацаны, я не знаю, у меня просто нету других эмоций. Точка не зарегистрирована без номера, поэтому, в принципе, можно навалить, ребята. Я, конечно, знал, что вы хотели посмотреть её в действии именно на тест-драйве, но, ребята, 160 по городу, это просто капец, отвечаю, это просто капец. Я, конечно, немного на ней побольше покатаюсь, но, честно сказать, она стоит 300 тысяч, поэтому мне, ну, такое, ребята, если я сейчас её просто куплю, то я потрачу абсолютно все бабки. Не знаю, можно, конечно, взять её чисто потом, заместо какой-нибудь ламбы там или же бэхи, чисто так по приколу кататься там по городу, да. Блин, давайте я вам вид от третьего лица вообще бахну. Ребят, ну вот посмотрите на неё, просто самый настоящий вообще болид, блин, это капец. Ей только в формуле участвовать, ребята. Ну, не знаю, но она точно не для города и точно не для Серёги. Вообще, ребята, если вы наберёте кучу лайков и кучу комментариев в пользу этой машины, то, возможно, я её возьму в следующей серии, но... Блин, ребят, ну вы только гляньте на это, ну вы только гляньте на это, 190, 200, да ну нахер, пацаны. Господи, хоть бы не встречка, пацаны, хоть бы не встречка, 200 просто... Вообще срать, ребята, ей вообще срать на эту скорость, она просто летит, что бешеная. Да ну нахер. Ладно, ребят, давайте мы меньше будем кататься, потому что, вы сами понимаете, сейчас Серёга встанет, а подарка до сих пор нету, поэтому давайте мы посмотрим последний мой вариант в виде электрического Мерседеса. Стоит он, в принципе, 150 тысяч, и я даже не знаю, ребята, если, конечно, мне он понравится, потому что он электрический, пацаны, но вы сами понимаете, у нас только Тесла электрическая, ещё и Мерседес. А вот, если он вам, конечно, понравится, то, собственно, я, друзья, его, возможно, таки куплю и сразу же поеду домой, чтобы дарить его Серёге. Вот, ребята, ну, а тем временем, буквально парочку секундочек, и мы продолжим. А чё по двигателю, а? Вы хоть что-то слышите похожее на него? Это просто капец, она такая тихая, мне кажется, даже Тесла не так тихо звучит, чем этот Мерседес. Блин, пацаны, ну не знаю, он очень дерзкий, резкий, вот, конечно, цвет немного какашечный, что ли, вроде, или такой вот оттенок передаётся. Блин, не знаю, пацаны, цвет не особо нравится, можно, конечно, было бы её в плёнку закатать попозже, но я просто не успею, ребята, вот, реально. Я чё думаю, давайте мы сейчас, наверное, Настю наберём, потому что, ребята, вот, узнать, спит ли Серёга, потому что, если не спит, это просто будет капец, ребята. Это будет реальный попадос, блин, я как бы хотел, чтобы он как раз-таки встал и увидел машину, но тут такое-то дело. Так, ладно, ребята, сейчас, подождите-ка, парочку секундочек, так, вот, всё, так. Привет-привет, Настя, слышишь, я уехал за подарком, вот, чё там, Макс, ой, Серёга не проснулся? Ну, он просыпался уже, но вроде бы опять лёг спать, в общем, я так стараюсь его не разбудить, уже пеку пирог, а ты где, а подарок ты купил? Да нет, я ещё выбираю, короче, машину, тут, блин, четыре варианта, я не знаю, слушай, скажи, пожалуйста, Мерседес, Вайпер, а-а-а, чё там ещё было, ребёнок, Мерседес, Вайпер или же этот, а-а-а, ну, короче, Мерседес или Вайпер? Ну, смотри, мне кажется, Мерседес. Я тоже думаю, это электрическая машина, прикинь, как думаешь, блин, нормально ему, она вообще такая тихая, это капец. Ну, а, мне не много понравилось, давай, быстрее приезжай, а то он через полчаса уже коснётся. Я понял, всё, ладно, давай тогда, короче, сейчас я уже скоро буду дома, давай, если чё-нибудь проснётся, закрой его в комнате, окей, я хочу просто, чтобы он вышел на улицу и увидел эту машину, окей? Всё, давай, короче, давай, 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 всё, я по-быстрому. Пацаны, блин, ну такое, как бы он уже просыпался, и я боюсь, что я не успею, поэтому, ребята, я даже не знаю, чё, как быть, а вот, я до сих пор не определился с машиной, потому что, блин, Мерседес, Вайпер, а чё там ещё было-то? А, и Корвет, Корвет же, фак, 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 ребят, ну, если честно сказать, в принципе, машина мне вот эта нравится, но, честно сказать, вот именно по цвету, ну, такое, возможно, мы можем её потом тюнинговать, а вот, но, блин, ребят, ещё Корвет немного, ну, Корвет он такой, он стрёмный, но зато он такой молодёжный, именно пацанский, вот. А, не знаю, ребята, не знаю, не знаю, наверное, я куплю всё-таки Мерседес, я сейчас поеду, короче, оформлять документы, вот, и как бы дарить его, собственно, Серёге, поэтому, наверное, снимать я не смогу, потому что, ну, сами понимаете, это волокита, скорость, и это всё надо поспешить, по-быстрому всё подарить. А, вот, следующая серия, я, короче, ребята, засниму вам, наверное-таки, его реакцию, вот, ну, именно, когда я буду дарить, вот, так что, ребята, 3000 лайков в следующей серии, ну, а мы, тем временем, погнали оформлять машинку и, конечно же, друзья, дарить её Серёге. А, ещё, хотелось бы ещё раз вас попросить, ребята, обязательно напишите кучу комментариев с поздравлениями, ребята, я очень вас прошу именно так сделать, потому что, ребята, ну, сами понимаете, у Серёги, собственно, день рождения, и он очень был бы рад почитать абсолютно все комментарии, и было бы приятно, конечно же, почитать их мне. Вот, поэтому, ребята, я также прочитаю все комментарии, пишите как можно больше, ставьте лайки, я напоминаю, что давайте наберём эти несчастные 3000, и я буду вам очень сильно благодарен, сорян, что серия получилась немножечко такая, вот, ну, спонтанная. Быстрая, вот, и, возможно, не знаю, что по времени, но я надеюсь, что всё будет, конечно же, круто, и вам она понравится, поэтому, ребята, пишите своё мнение об этом ролике, пишите, какую бы машину вы бы купили для своего бы сына, из того, что я смотрел, вот, ну, и, конечно же, друзья, всем ещё раз спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на все наши каналы, все ссылочки будут в описании, ну, а на этом всё, всем удачи, ребята, и всем пока!